приветствую любители москвы вы смотрите передачи московская фена среда о сезонных изменениях которые происходят в природе московского края на текущей неделе ну и передача выходит каждую среду но и видите в москве уже уверенно идет весна и сегодня тепло около плюс 8 градусов но и в целом на этой неделе тепло и в общем-то до конца недели тепло более не менее сохранится правда но все-таки говорят немножко похолодает там изменили прогноз сначала сказали наоборот выходные не буду довольно солнечные хотя и не очень может быть теплые но сейчас сказали наоборот что будет дождливые то есть вот четверг-пятница они наоборот будут довольно такими сухими а вот на выходных будут дожди ну впрочем тут конечно все может опять же поменяться как говорится ветер надуть с другой стороны да и все поменяется но по крайней мере пока ситуация такая что будет в районе плюс 5 градусов вот где-то плюс 5 плюс 7 ну где-то так вот на этой неделе ну и ночные температуры в принципе тоже или слабо положительно ну чуть пониже конечно где-то 12 градусов тепла ну может где-то около 0 может быть небольшой минус будет но все равно плюс минус опять же так сказать все таки температура достаточно теплая и снег у нас уже в москве практически весь растаял вот ну кое-где еще сохраняется особенно конечно по низким местам где-то там так сказать по канавам в тенистых местах еще сохраняется в лесах конечно снег еще есть но в целом уже снега все меньше и меньше становится но вот эта дождь которая сегодня идет с первыми в общем-то с утра в москве ну наверное уже смоет до конца недели последние остатки снега ну может останутся уж там где-то совсем по каким-то может быть очень низким местам где-то там в долинах речек еще там да в лесу конечно еще в таком настоящем но в целом снега уже почти нет москве ну и день у нас все больше пребывает и солнце сейчас восходит уже около шести утра но заходит соответственно около семи часов вечера и долгота дня составляет ну примерно 13 часов уже вот луна сейчас началась первая четверть недавно по типы и постепенно она будет увеличиваться правда если конечно позволит погода нет а увеличится она в любом случае будет а вы увидеть его конечно можно далеко не всегда вот если позволит погода и небо прояснится что конечно вполне возможно особенно вот завтра послезавтра ну увеличение будет продолжаться до 7 уже числа следующего месяца 7 апреля когда будет полнолуние вот что касается народного календаря то началась неделя с венедикта дня венедикта вот и в общем то такая есть примета что если в этот день было холодно то и дальше будет холодно но соответственно если гром гремит то соответственно наоборот будет хорошая погода и год полудородный но у нас это неделя вся довольно теплая поэтому наверное это предвещает полудородие кстати говоря грозы уже кое-где гремят в москве пока еще не было а вот южнее там черноземья вот липецк орловской области туда вот подальше воронежская там уже говорят грозы гремят прогремели скажем так там все-таки потеплее вот климат конечно же чем у нас и поэтому там вот уже были ну возможно что и у нас могут быть хотя конечно это маловероятно в ближайшее время вот вчера был день александра александров день и считается волчьи свадьбы вот у волков ну и кроме того прилетают также чайки и начинается ледоход ну у нас в этом году ледоход как такового в общем то наверное не будет поскольку зима была очень теплая и соответственно лед он мало где образовался то есть москва река она в пределах москвы почти не замерзала ну так может кое-где там ледком так вот так сказать немножко затягивалась а в целом конечно такого как такового стойчего ледового покрова практически не было тоже морозов таких не было ну и подмосковье в общем то конечно там уж более бы все все ситуация со льдом конечно более крутая но все равно такого уж большого ледохода наверно в этом году не ожидается сегодня 25 число тележный день когда соответственно чинили телеги и готовили их соответственно в путь потому что уже весна пришла завтра день алексея человека божия который служил богу очень долго фактически всю свою жизнь жил в риме четвертом пятом веках давно конечно вот но был такой человек и до сих пор его церковь помнит но и люди верующие тоже нему молятся и знает его как такого тоже верного богу человека подвижника вот и в это время березовый сок уже течет им очень часто раньше березовый сок собирали и пили сейчас как-то березовый сок не в почете но вообще редко где продается на самом деле да и скажем так там не столько березовый сок сколько всякие консервант аромантизаторы и вся прочая химия поэтому пить там этот пакетный березовый сок конечно сами понимаете ну если уж и пить его из стеклянной банке но и там тоже не понятно чего продадут поэтому лучшие сами раньше сами姐ев собирали сами пили И все было, в общем, проверено, скажем так. Ну и бурные снеготаяния. Ну, в этом году уже снег почти ставил. Довольно рано, в общем-то, раньше, чем обычно. Вот, ну, сами видите, глобальное потепление климата. В пятницу день Кирилла. Бывали на возвратах холодов. Ну и кроме того, уже часто бывает, что цветет мать и мачеха. Так что присмотритесь, уже, может быть, и зацветает. Ну, а в субботу начнется апрель, 1 апреля. Вот, и это день Дарья Грязная называется. Такой день, ну, потому что грязь везде. Да, ну, действительно, грязи сейчас довольно много. Потому что снег только сошел. Ну, и к тому же еще и дождь прибавляет дополнительно. Ну, и, в общем, влаги много, и грязь действительно довольно много. И, скорее всего, она еще будет сохраняться, ну, какое-то время. Уж неделю-другую точно, а может быть и больше. Смотря как еще погода будет. Ну, и 2 числа заканчивается неделя Фатини-Колодезница. Ну, Фатини, это Светлана еще называет, это святая, которая встретила Христа у колодца. И в это время часто вот обливались водой с колодца. Ну, и верили в стрелительную силу. И с молитвой Фатини как раз обращались за исцелением всяких недугов и так далее. Ну, вот на фотографии представлены тополя. Пожалуй, тополя это самое распространенное растение у нас в Москве. Да, и не только, наверное, в Москве. Ну, в Москве-то уж точно. Уж, пожалуй, тополь знают все. Ну, и, соответственно, растет он повсеместно. И, пожалуй, нет такой более неприхотливой породы, в общем-то, в условиях нашего города, всяких загрязнений, как тополь. Вот эта порода, она практически, ничто ее не может сразить. Вот. Хотя, конечно, с ней тоже борются, так сказать, власти Москвы. Но, ну, даже как с другими деревьями. Но, скажем так, это самая такая, пожалуй, стойкая порода деревьев. Вот. И, причем, тополя есть разные виды. Вот этот представлен тополь бальзамический называется. Это, кстати, сам распространенный у нас в городе. Хотя не все знают, но вот бальзамический называется. И, в общем, в городе уже часто вырастает и до 30 метров. Он довольно высокий, живет довольно долго. Вот. И, в общем, довольно такой и толстый. До метра, может быть, в усадьбах растут. Но, вообще, тополь это не усадебная, конечно, культура. И в усадьбах вообще довольно редко сажали тополя специально. Но, конечно, наряду с другими деревьями, в общем-то, он, конечно, встречается. Вот. Ну, есть еще, к тому же, тополя. Значит, это вот. Вот он, да. Ну, вот, собственно говоря, тополь бальзамический. Да, такие вот. Ну, есть еще тополь белый. Да, вот так он выглядит, тополь белый. Вот. Ну, в общем, тоже в городе довольно много растет. Часто больших размеров. Ну, в частности, например, в Покровском с Трешними высота, например, достигает до 30 и больше метров. Есть старые еще такие тополя. Тоже в Останкино встречается такой тополь белый. Ну, в общем, в некоторых других видах тоже. Есть тополь берлинский. Тоже вот растет в городе. Ну, вот, например, так вот он выглядит. Вообще, его отличительная особенность заключается в том, что он, в общем-то, очень, в принципе, отличается тем, что у него такая компактная крона. И, в общем, скажем так, мелкие ветки растут кверху. И ствол практически весь до самой земли покрыт лиственным побегом. Видите, прям вот листва буквально вот аж прямо от земли начинается и вот идет туда. Ну, довольно такая своеобразная тоже декоративная порода. Вообще, надо сказать, что тополь, он довольно хорошо, так сказать, поддается, ну, скажем так, формованию, да, и, в принципе, обрезку выдержит и так далее. Но, вы знаете, Собянинские благоустроители, или там Бирюковские, наверное, иногда это называют, а ну, суть все равно от Собянина идет. Просто Бирюков, он отвечает за всю эту обрезку, там, за благоустройство в Москве. Вот. Ну, они, скажем так, иногда просто реально усердствуют очень сильно и обрезают практически чуть ли там не до основания. Ну, слушайте, тут уже никакое дерево такую обрезку не выдержит. Поэтому, конечно, понятно, что это уже, ну, ни в какие ворота не лезет. И, естественно, что дерево погибает иной раз. В том числе, даже и такое стойкое дерево, как тополь. Есть еще тополь канадский, или еще американский его называют. Ну, вот так он выглядит. И, в общем, отличается он тем, что у него такая очень раскидистая крона, как вы видите. Видите, какая она раскидистая. Не такая компактная, а наоборот, такая очень раскидистая, очень большая. Ну, встречается такой тополь в Леонове, можно встретить, в усадьбе бывшей. Вот. Условия города. В усадьбе Трубецких. Это, в смысле, там, где вот хамовники, да, у метро Фрунзенская. Около Александровского института тоже растут такие деревья. Ну, в общем-то, довольно тоже устойчива она к городу. Ну, еще есть вот тополь черный. Есть белый, а есть вот черный. Вот тут черный тополь. Ну, в принципе, тоже довольно обычный. Вот сейчас Охрима называют, в принципе. Тоже довольно устойчив в условиях города. Ну, считается, что наиболее крупный экземпляр, он растет в усадьбе Небальсиных. Ну, вот такие вот виды тополя, такие пять основных видов тополей, которые встречаются в Москве. У нас есть, кстати, в Москве даже тополиная аллея, она находится в Кузьминках. Собственно, на территории усадьбы Кузьминки она отходит от Кузьминской улицы. Вот. Это юго-восток Москвы. Вот. Юго-восточный округ. Ну, скажем так, там, конечно, в момент тополей, там тоже, конечно, есть тополя, безусловно. Но, кроме тополей, там много еще и других деревьев на этой тополиной аллеи. Но аллея такая есть. Так что тополь одна из улиц у нас тоже посвящена. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!